В Дагестане набирает оборот внутренний туризм. Местные жители активно знакомятся с достопримечательностями региона и другими людьми, которые его населяют. Каждый раз открывая для себя что-то новое. Наши корреспонденты решили узнать, куда чаще всего отправляются дагестанцы путешествовать. В Саракуме я была там. Мне очень там понравилось. Вообще мне нравится, что в Дагестане это вообще уникальное место, где все климатические есть пояса. И то, что здесь очень много национальностей разных, что мы все-таки живем дружно. В Дагестане, в Шабуздаге, в Гунибе, в Черкее. Я была практически везде, кроме Шабуздага. Это, наверное, единственная достопримечательность в Дагестане, где я еще не была и планирую туда поехать вот в 2019 году. Я видела достаточное количество достопримечательностей, была во многих городах, посетила множество исторических памятников. Все они прекрасные, хорошие. Надеюсь, что в 2019 году их появится больше, будет куда сходить с детьми. Я был в Дербенте. Все-таки Дербент – это очень красивый наш южный город, и он становится все краше и краше. Я побывала в Нарын-Кале. Мне там очень понравилось. Очень интересно было. Хотелось бы еще раз побывать там. Я была с классом в Нарын-Кале. Но я бы хотела увидеть все достопримечательности. Мы были и в Дербенте, везде побывали, и в музеях. Все видели. Конечно, интересуемся, любим. Мне очень понравилась Дербентская крепость. Очень красивый город. Я восхищена осталась. Столько иностранцев приезжают. Понравилось очень Дербенте. Ездила я еще в Дубке. Красота. Парелевое хозяйство. Тоже впервые было. Мне еще понравилась ГУНИП. Мы с командой с работы ездили в ГУНИП. Тоже очень интересно. Вообще красиво. Я советую всем ездить в наши прекрасные края Дагестана. Столько лет прожила в Москве. Я вообще, оказывается, не знала Дагестан. И столько у нас красот в Дагестане. Вот первый раз я покаталась, можно сказать, на лыжах, которые я никогда не осмелилась бы стоять на лыжах. Но я научилась кататься на лыжах. Чингит-Чаро ездила. Также мы ездили на каньон, на водохранилище. Ну, все сейчас даже не упомню. По-моему, весь год был у нас в путешествиях.